Больше 17 тысяч останков червонармейцев было знозено участок пошуковой работы на территории Гродинской области после завершения Великой Чинной войны. У перважной большинстве яны были переведены у местных воинских похований. Таких в регионе 783. Летость удалось эксгумовать 67 останков. Пушковый сезон 2023 уже завершился. Все лето работы были проведены на территории 7 районов. Это в Сморгоне, в Щучине, Зельва, Свислочь, Слоним, Островец, Волковыск. Отработано порядка 9 объектов. Значит, в этих объектах найдены останки наших защитников Отечества и жертв войн. По предварительным данным 95 останков. Из них 5 останков – это жертв войны. Значит, останки пока еще где-то в каких-то районах перезахоронены, в каких-то нет. По причине того, что вместе с останками были найдены 17 смертных медальонов. Эти медальоны сейчас находятся на обработке лабораторной. Но по 7 защитникам Отечества мы знаем их фамилии, имя, отчество. Самое массовое место пакования оборонцевой отчины – Сюлита – было открыто недалеко от агрогородка Озерница в Слонимском районе. Там знозены останки 43 червонармейцев, которые загинули, как меркуется, при прорыве закружения у червенелипени 41-го. Некоторые прозвищи солдат удалось установить. Фамилии были установлены по сопутствующим предметам. Это нацарапанные на расческах, на ложках, на котелках, на фляжках. Двух фамилий защитников Отечества мы определили по наградам. Значит, Шкляев Аркадий Алексеевич был кавалером ордена Боевого Красного Знамени. Этот орден был найден, и вот по ордену мы обнаружили, что это орден именно этого человека. Вот. Орден по фамилии, имя, отчеству сейчас разыскиваются родственники этого человека. Пока результатов нет, к сожалению. И по второй награде, это медаль ВДНХ, малосеребряная медаль ВДНХ, которая выпускалась в 1939 году, награжден второй, известный нам защитник Отечества. Медаль была ему вручена в 1940 году, в апреле месяце. Фамилию пока я не называю, потому что это все идет поисковые мероприятия. Но уже могу сказать, что этот человек сам родом с Витебской области. Проводили поисковые работы, кроме 52-го батальона, еще поисковые группы, такие как Батьковщина, это город Минск, и Отечество, одноименно такое название получается, Республика Татарстан. Все, большинство, где-то процентов на 80 останков, которые были найдены, найдены, это военнослужащие 86-й краснознаменной стрелковой дивизии. И вот в этом есть небольшой такой, ну может быть, какой-то шаг судьбы. Потому что данная дивизия формировалась именно в Татарстане. И буквально через 82 года спустя приехали уже, можно сказать, правнуки этих людей, этих защитников Отечества, которые вот их сгумировали, их останки. Серозноходок у местах проведения работы – гильзы, фрагменты боевой сброи, солдатские медальоны, портупеи, петлицы и иншие предметы. Знаходки будут спиродазены родным солдат обо у музея. То оружие, которое находили в период поисковых мероприятий, оно, конечно, задается, согласно указу президента и всех наших законодательств, оно сдается в органы Министерства внутренних дел. Боеприпасы уничтожаются на месте, если это возможно. Предметы быта – расчески, фляжки, котелки, ложки, часы, у кого-то медальон, мыльницы, ну, всякое. Знаете, когда наши бойцы идут в бой, у них в вещмешке могут находиться, ну, все что угодно, вплоть до каких-то там капсул. Вот мы находили в Сисловском районе, значит, так как, видимо, у бойца не было смертного медальона, он просто обычную гильзу приспособил под смертный медальон. Вот. И закрыл ее обычной пулей. Вот. И это просто божье провидение, что вот именно среди массы разбросанных боеприпасов, патронов, был найден именно вот этот вот патрон, в котором находилось письмо своему брату. Эти предметы попадают либо родственникам, если, к сожалению, родственников не находят, в музей, в школьный музей. Шарковый пошуковый сезон на Гродинщине пошнется в мае наступного года. Военный комиссариат в области подрихтовал 38 информационных листов, которые замешают известки об новых местах знаходжения неуличенных воинских похований у оборонцев Айчины и Ахвер войны. Специалисты сподзеются, что 52-й пошуковый батальон. Одинное подразделение у республицы, якое займается пошуком и идентификацией останков солдат, которые загинули на территории Беларуси у боях разных часов, прибудет для выполнения таких работ у Гродно и Гродинский район. Редактор субтитров А.Семкин